В Сургуте вырастет земельный налог. В течение шести лет он будет поэтапно увеличиваться. Для сельскохозяйственных земель, дачных участков и личных подсобных хозяйств предельная ставка будет 0,3%. Для прочих видов участков – 1,5%. Последний раз преобразования в этой сфере проводились в 2005 году, а в 2009 ставка даже уменьшалась. В связи с последней кадастровой оценкой стоимость земельных участков была снижена. В результате отчисления в бюджет также сократились. В прошлом году по сравнению с 2015 муниципальная казна недосчиталась 67 миллионов рублей. На снижение поступления оказывает влияние и оспаривание владельцами кадастровой стоимости участков. Чтобы восполнить финансовые балансы, было принято решение увеличить налоговую ставку. Однако в денежном эквиваленте суммы не изменятся кардинально. Поэтапное доведение налоговых ставок в течение шести лет до максимального размера позволит увеличить налоговое бремя постепенно. Исходя из средней кадастровой стоимости шести соток сто восемьдесят тысяч, я посчитала, что чуть больше ста рублей в год стоит стоимость земельного налога. При увеличении это будет до пятисот. Изменения коснулись и имущественного налога на квартиры и комнаты. Некоторое время в Сургуте ставка по этому виду отчислений была ниже, чем в соседних городах. Ее также было решено увеличить до 0,2%. Ставка будет действовать с налогового периода 2019 года, то есть заплатят имущественный налог горожане только в 2020 году. Кроме того, перечень отдельных категорий льготников претерпел изменения. В частности, ранние льготы предоставлялись несовершеннолетним и студентам, которые обучались очно. Теперь ими смогут воспользоваться лишь дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Продолжение следует...